В январе 2023 года 140 лет исполнилось Алексею Толстому. Его знают не только как одного из самых известных отечественных писателей, но и как общественного деятеля и военного корреспондента. Алексей Николаевич прошел две мировые войны. В годы первые он писал фронтовые очерки для газеты «Русские ведомости», а во время Великой Отечественной войны печатался в «Красной звезде». В юбилейный год Толстого Российское военно-историческое общество предложило увековечить память писателя в Самаре, установив памятник. Впервые эту идею обсуждали больше 10 лет назад, но тогда процесс не запустили. Сегодня же для мемориала уже ищут площадку. Солдаты писали Толстому о том, что его корреспонденция, его материалы, его рассказы поднимают их в бой и служат для них таким лучшим стимулом для победы. Мне кажется, что это совершенно по-другому заставляет нас смотреть на фигуру Толстого. И сохранение памяти о таких людях, о патриотах, я считаю, это очень правильно и очень нужно. По словам парламентария, в Самаре может появиться не просто памятник, а целый комплекс. Возможно, рядом со скульптурой Алексея Толстого установят горельеф, на котором будут изображены персонажи произведений писателя. Сейчас для этого выбирают подходящее пространство. Одна из локаций – набережная на Некрасовском спуске. Осмотрела делегация и площадку рядом с речным вокзалом. Статусность, может быть, того или иного объекта и художественного произведения должна соответствовать той ситуации, где он находится. Если мы говорим о набережной города, которая является городом, лицом города и наиболее значимым городстоятельным объектом, наиболее значимые, в том числе и в истории нашего города, личности должны быть повековечены, наверное, в том числе и здесь. Во время региональной недели Александр Хинштейн также посетил несколько объектов реставрации. Один из них – клуб имени Дзержинского – уникальный образец советского конструктивизма. Восстанавливать здание начали летом прошлого года. По словам подрядчика, сейчас объем работ выполнен на 70%. Срок сдачи – сентябрь 2023-го. Сейчас ждем отключения отопления. Заходим доделывать систему отопления, соответственно. У нас фасады, замена окон, подоконников и небольшие внутренние отделочные работы. Также к восстановлению готовят здание бывшего полицейского управления на улице Фрунзе. Здесь с декабря 1917 года по июнь 1918 располагался штаб охраны Самары. Сейчас базируется управление по вопросам миграции. Как проходит подготовка к обновлению строения вместе с парламентарием, проверил начальник главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области Игорь Иванов. По контракту подрядчик должен отремонтировать фасад, восстановить кирпичную кладку, обновить внутренние интерьеры и многое другое. Как отметил Александр Хинштейн, здание необходимо полностью привести в порядок. Увидели, например, что с внутренней стороны это здание скреплено стяжками, потому что в нем есть трещины. Чтобы эти трещины устранить и здание привести в порядок, будет выполнено усиление конструктивных фундаментов, и тогда здание встанет на свое место. Сейчас в Самаре на реставрации находятся 16 объектов культурного наследия. Михаил Гермоленко, Григорий Плешаков. События.